Шесть будущих пап вошли в этот дом, чтобы стать лучше. Но всё оказалось не так просто. Я думаю, я сдохну. Вырубать можно кого-нибудь, нет? И с каждым днём становилось всё сложнее. Давай станем спарринг, Вася. Ему придётся ремонтировать свою челюсть. И сложнее. Я поехал в роддом, у меня Саша рожает. Те, кто не смог справиться с трудностями, покинули проект. Только двое дошли до финала. Именно они будут бороться за полмиллиона рублей и звание лучшего беременного папы России. Это испытание для супергероев. Слабо и не вызывает. Самое беременное реалити страны. Прямо сейчас. Стартует финальная неделя проекта. Совсем скоро один из двух перевоспитанных папаш станет победителем и принесёт своей семье полмиллиона рублей. Кто это будет, решат финальные испытания. Хочу, чтобы он посмотрел на себя в новом образе. Это поможет ему избавиться от прошлого и пойти в будущее в уверенную в себе мужчину. Куда всё-таки идём? Садись, сейчас сам всё увидишь. Было предположение, что это какое-то очередное задание, не задание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приехали мы в поле. Здорово. Там уже почему-то нас ждал Мак. Макс, привет. Спасибо, что привезли нашего новоиспеченного байкера. Еще увидимся. Как тебе в таком образе? Есть какой-то такой, как это выразить, заряд агрессии, что-то такое. Когда ты одеваешь вот этот весь прикид, садишься на мотоцикл, даже полчаса в седле, начинаешь проникаться всем этим духом байкерским. Спина прямее становится, походка может увереннее. А что для тебя значит вот этот мотоцикл? Суровые ребята ездят на таких мотоциклах. А ты себя можешь отнести к этой группе суровых ребят? Брутальности не находил раньше себя. Считаю себя нормальным, адекватным парнем. Но я не кую свою часть, а именно закапываю. Марк задавал вопросы неприятные. Кем ты являешься для Света? Ну, для Света я должен являться мужчиной. Уверенная походка, прямая спина, прямой взгляд. Не просто человек в брюках, скажем так, а нечто большее. Ну, ты себя чувствуешь таким? Наверное, Света достойно чуть лучшего, чем сейчас она имеется. Тогда скажи мне, что ты хочешь? Я хочу быть всем вышеперечисленным. Сильным, свободным, уверенным, решительным, который руководит своей жизнью? Да. С какого момента? Ну, если бы была волшебная таблетка, то прямо сейчас. Ну, давай прямо сейчас так и сделаем? В смысле? Немножко настороженно отношусь к этому. Так, так, а где подвох, в чем подвох? Я хочу, чтобы ты с сегодняшнего дня забыл того Максима, которого ты знал прежде. Тот Максим, который пришел на проект, и тот Максим, который сейчас стоит здесь, это совершенно два разных человека. Это, ну, важная поддержка со стороны Марка. Мне стало легче, я движусь в правильном направлении, то есть я получил подтверждение. Ты стал уверенным, ты стал ответственным, дерзким, в определенные моменты даже наглым мужчиной. Это да. Я предлагаю тебе сесть за руль этого байка и прочувствовать состояние свободы, и осознать, что значит быть руководителем своей жизни. Это был прямо-таки восторг. У меня и руки дрожали. Действуй. Прикольно было. Первый раз в жизни на байке, в прикиде таком модном. Я в тебя верю. Это был очередной шаг, который отдаляет меня от себя прошлого. Нужно запомнить это ощущение, и вот к тому прошлому, к себе, уже не возвращаться. Слышу. Мотор. О-о-о-о. О-о-о. Я выхожу. Ёлки-палки. Ого. Ого. Я скорее-скорее-скорее хотела бы дойти его потрогать. Боже, какой он крутой. Ой, как мило. Спасибо. Принц. На черном коне. Куртки кожаные с веревочками. У-у-у. Ха-а-а. Спасибо тебе, зайка. Света вроде как прониклась. Это было приятно. Видите гонек в ее глазах. Я чувствовала всеми вот фибрами своей души вот этот вот мужской настоящий посыл. Пойдем, я тебя погрею. Ух ты. Да. Это мой мужик. Видя гонек в глазах света, я захотел, чтобы дальше так было. Андрея тоже ждет невероятное перевоплощение. Но понравится ли он себе в новом образе? Андрей человек достаточно самовлюбленный. Все время пытается понравиться другим. Произвести на всех впечатление. Выглядеть в их глазах таким вот мачо-меном, сексуальным, востребованным. Это его поведение в обычной жизни. Ты как считаешь, твоя внешность тебе помогает в общении? Внешность, конечно же, и помогает мне пожизненно. Как говорят пословицы, встречают по одежке, провожают по уму. Ну, типа, рожа удался. Возможно, ему проще находить контакты по работе, в личной жизни. Внимание девушек позволяло чувствовать себя более гордой и уверенной в этой жизни. Мне проще было с любой познакомиться, обладая хорошей внешностью. Внешне я выгляжу довольно-таки достойно. Так у всех своя маска какая-то. А какой я настоящий? Кто скажет, какой я настоящий? А Марк знает, какой я настоящий? Я предлагаю тебе провести маленький эксперимент. Посмотреть на себя в новом образе. Давайте попробуем. Над новым образом беременного папы серьезно поработал гример. Но пока Андрей не видел свое новое лицо. Смотри. О, господи. Охренеть. Жестяк. Ебалов. Я не думал, что такое может быть. Я был шокирован тем Андреем, которого я увидел в зеркале. Мне даже страшно стало. Я был в ступоре, в кого я превратился. Какого человека ты видишь? Уставшего от жизни, замученного. Вид был такого несчастного, опустившегося мужчины. Лицо алкоголика. Перед тобой в зеркале самый большой твой страх. Я смотрелся ужасно в зеркале. Седина укрыла всю мою голову. Ты боишься быть некрасивым, старым, сморщенным, никому не нужным? Ну да. Я хотел быть лучшим, чем мой отец. Мне хотелось, конечно же, выглядеть максимально эффектно и красиво. Делать какие-то модные прически. Быть красивым и стильным, чтобы доказать отцу, что я достойным любви, уважения и внимания. Действительно ли Люба любит тебя за твою внешность? Я думаю, для нее внешность была основополагающим. Она не находилась бы рядом никогда с таким мужчиной, который имел такую внешность. Да, проверю. Проходи, присаживайся. Как самочувствие, Люба? Хорошо. Ну, я умница. Андрей, посмотри на свою жизнь. Я вообще не хотел, чтобы Люба смотрела на такой образ. Я чувствовал унижение и стыд за то, в каком виде я перед ней показан. Ты, Люба, не пугайся только, хорошо? О, Боже. Андрей повернул свое лицо ко мне. Это был страшный ужас. Я же сказал, какой эффект будет. Люба, кого ты перед собой видишь? Какой-то дедушка старенький, измоченный. Это страшно? Очень. Люба, а какие чувства этот человек вызывает у тебя? Жалко мне его, бедно. Больно ему видать. Вот видя перед собой вот такого Андрея, вот такой внешности, за что ты его любишь? Он добрый, ласковый, отзывчивый. Стал уже заботливым. Для меня важно больше душа, как он обращается со мной. Готова принимать вот такого Андрея? Да, я готова принимать его. Поступки человека, это для меня первостепенное. Если даже с ним что-то произойдет или случится, для меня более важный внутренний мир, его вот эта доброта, забота. Внешность твоя для меня не имеет значения. Душа главная для меня. Будь уверен во мне. Я люблю тебя очень, очень, очень. Я хочу, чтобы ты навсегда запомнил для твоей женщины. Ты всегда будешь родным человеком, если ты будешь настоящим. Я согласен, что мне приходится прикрываться видом успешного, интересного, уверенного в себе мужчины. Внутри у меня есть масса недостатков, неуверенность, завышенное самолюбие. И внешний вид позволяет мне скрыть эти недостатки. Спасибо за... Отпусти. У тебя сегодня, может быть, впервые в жизни появилась возможность быть собой. Второй день рождения. Я тебя не заставлю больше никогда плакать за своих дурных мальтишеских выходок. И готов до старости водить тебя за ручку по парку. И теперь тебе стихи. Спасибо. Я верю тебе. Да. Спасибо. Ты думала, Любаня, что мы дойдем до финала? Нет, не надеялась. В глубине души верила. Я реально увидела у тебя перемены, что ты стал заботливой. Я очень довольна, что ты осознал все и справился. Андрюшка, я верю в тебя. Ты самый лучший. И победа за тобой. Наши мужчины боятся присутствовать в народах и быть рядом со своими женщинами. Поэтому для них я придумал особенное задание. Я очень хочу посмотреть на то, как они будут действовать в стрессовой ситуации. Под вымышленным предлогом участников везут в бизнес-центр. Они даже не догадываются, что их ждет одно из самых сложных испытаний за все время проекта. Приехали в бизнес-центр. И меня садят в лифт. И говорят, тебя там внизу встретит человек. На четвертом этаже лифт останавливается. Девушка садится в лифт. Молчим, едем. И где-то в районе третьего этажа лифт останавливается. Мело. А что случилось? Не работаешь, что ли? Ну, видимо, нет. Застряли. Мы застряли в лифте. Я первый раз застреваю где-то в лифте. Непонятно, что делать. Фима, крутые дяди скрывают крышу и вылезают. Алло. Лифт застрял. Что? Что сказали? Он знает, что-то там бормочет себе. То есть, с его слов я понял, что человек, который ответственен за лифтовое хозяйство, он уже вроде как приступил к решению вопроса. Делать нечего. Все равно, рано или поздно мы должны будем с ней заговорить. Поэтому, ну... Мне кажется, у вас животик, да? Ну, да. То, что девушка беременная, я заметил не сразу. Ну, я просто невнимательный к мелочам. Может, вам присесть? Подождите. Сядете? Да, давайте. Большое. Спасибо. Это у вас месяц четвертый, да? Пятый? Нет, у меня снимают. Сейчас, все нормально. Смотрите, вы переживаете за ситуацию или за... Да, мне страшно просто. Ну, я понимаю, что человеку... Ну, тяжко человеку. Можно? Когда-то я коснула. Чихо-чихо-чихо-чихо. Мам, как это? Живот. Чихо-чихо-чихо-чихо. Я не хочу еще рожать, мне рано. Моя девушка тоже говорит. Ой, нет, почему? Она вдруг на восьмом месяце поворачивается ко мне и говорит. Я не хочу рожать. Отошли водой. А тут немножко проблема. С виду напоминает отошедшие воды. Что с ней делать? Да, быстрее давай. Понял, что нужно что-то делать. Скорую! Скорую! Ну, что, тогда уж познакомимся, раз такая ситуация. Как вас зовут-то хоть? Хорошо, Женя. А у вас седьмой месяц, да, вы говорите? Да. Седьмой месяц, это не страшно. На шестом месяце дети уже выживают при преждевременных родах. Как вытягивают детей туда. Ой, надо вытягивать, не хочу, что матушка. Это ваши первые роды? Первые роды где-то часов шестнадцать идут. Так что вы не переживайте. В лифте вы точно не родите. Главное защите. Вы не загоняйте себя сами. Было желание прицикнуть на девушку. Потом будешь рыдать. Ну, тяжко человеку. И, ну, прямо давить, прессовать его. Мне показалось некорректно. Теоретически мы готовимся к партнерским родам, поэтому я уже не смущаюсь. Серьезно, что ли? Да. Оши дети. Я применял ту информацию, которую я получил на проекте о родовой деятельности. Допустим, я знаю, что надо было дышать. Дышите. Дышите, дышите, дышите. Все, что произошло в лифте, на самом деле было спланировано заранее. И девушка, и диспетчер действовали по заданию ведущего. Созданная ситуация – это проверка, как будут вести себя будущие папаши в состоянии стресса. Посмотрим, как поведет себя второй финалист Андрей. Вниз, а это какой этаж? Четвертый? Да. Альбия, ниже. Что такое? Вы встали, что ли? Не знаю. Позвоните, может, кому-то, я не знаю. А кому? Вы меня спрашиваете, я не знаю, кому звонить. А кому звонить-то? Я же не знаю. Смольный, что ли? Я еще никогда в лифте не застревал. Я впервые застрял в лифте. Немножечко у меня душа ушла в пятки. Так слегка. Ну, думаю, ничего. Есть коллега по несчастью. Как-то мы с ней переживем. А вы тут работаете вообще? Я приехала, а там справку мне нужно было. А в положение еще вижу даже. Вам плохо, да? Мне страшно просто, если честно. Надеюсь, вы рожать не будете сегодня, да? Я не знаю. У меня опыта нету в этом, по крайней мере. А у меня в этом тоже ухажает. Ей становилось хуже. Я сохранял олимпийское спокойствие. Тут девушка беременная. Седьмой месяц у нее, представьте. Я роды принимать не могу, смотрите. Девушки плохо. Девушка в положении, родить могут. Чего вы так мучаетесь, не пойму, Женя? Вы успокойтесь, успокойтесь. А то вы меня это самое, пугаетесь. Блин, я не знаю даже, что делать. Ай, ай, тут девушке плохо. Ой. Девушки, воды отошли, ни х*** тебе. Да и что это? У него самого чуть не отошли воды. Чуть не обделался от страха. Потому что далеко не каждый мужчина будет сохранять хладнокровие в такой ситуации. Успокаивайте себя, успокаивайте себя. Успокойтесь, смотрите, настроитесь на все хорошее. Вы меня не пугаете, господи. Женя, успокойтесь. Женя, Женя. Глубоко. Вот. Настраиваем себя на позитив. В вашем возрасте дети рожаются, блин, как попкорно влюблено. И все. Ааа, давайте быстрее. Что у вас? Скажите, Аш. Вы бы отдыхали где-нибудь в этом году? Блин. Что у вас там происходит вообще под платьем-то? А ну. Кошмар какой-то. Все отсюда. Выйди! Так, так, так. Спокойно. Сейчас, сейчас, сейчас. Нельзя. Уже, уже я чувствую, подъезжает. Уже скоро едет, скоро едет уже. Слышу уже сирены, сирены, двухсирен уже здесь, рядом. Не переживай, не переживай, Женя, все хорошо. Мне все рано рожает. Стройте нам двери. Не переживай, не переживай, Женя, все хорошо. Меня научили, меня научили принимать. Примем роды, будет шикарный род. Надо ничего принимать, Миш. Все, все. 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 Я же говорил, родим в роддоме. Опа. Вот, смотрите. Все. Блин. Подлецы. Очередной раз, блин, такая, блин, подстава. Я чуть не посидел за вас. С этими водами, блин. Ах, Женя. Женя, так нечестно. С девушкой познакомился, я на счет не родила. Я такой страшный, наверное. Воды и дошли. Блин, я в шоке, короче. Люба, я посидел, посмотри. Я вечно считаю, что я справился с испытанием. Понял, что нужно всегда быть на чеку и не терять самобладание в любой кризисной ситуации. Когда это есть, можно принять роды даже на верхушке Эфелевой башни, я думаю. Позади девять сложнейших недель. Десятки испытаний. В финал попали только двое. Один из них получит полмиллиона рублей. Тот, кто сможет доказать, что действительно избавился от своих недостатков. У каждого из финалистов была основная проблема, с которой он пришел на проект. Индивидуальные испытания покажут, удалось ли мужчинам избавиться от них. Первым Марк решил проверить Андрея. Сейчас твоя задача провести собеседование с нянями и выбрать из них одну единственную, которая, по твоему мнению, сможет ухаживать за твоим ребенком. У тебя есть вопросы, которые находятся в этом планшете. Ты сможешь ими пользоваться. Я думаю, я справлюсь. На самом деле я решил посмотреть за тем, избавился ли Андрей от своей дурной привычки флиртовать с женщинами. Андрей не знает, что в соседней комнате за ним будут наблюдать Марк и Люба. Начнем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Наталья. Очень приятно. Меня зовут Андрей. Очень приятно. Она выглядела строгой, такой подтянутой, ухоженной женщиной. Работали в оранжиняне. У меня уже 20 лет опыта. Это, конечно, солидный стаж. Я считаю, естественно, это плюс кандидатки. Детей я люблю. Можете довериться мне полностью. Такая очень приятная женщина, да? У вас рекомендации тоже есть, да? Спросила по поводу рекомендаций. Уже хорошо. У меня целая стопка рекомендаций. Чудесно. Да. И отрицательных никогда не было. Те рекомендации, о которых он меня спрашивал, он даже не попросил их предъявить. Работодатели обычно так не делают. Конкретно на ней выбор я еще не готов был сделать. Извиняюсь, интимный вопрос. А сколько вам уже лет? 66. Тебе как-либо нравится? Нет, нет. На первый взгляд, да. Серьезная женщина. Опытная. Ну, в принципе, все понятно. Было приятно с вами пообщаться, познакомиться. Спасибо, взаимно. Я поняла, что он просто не готов к этому собеседованию. Подобрать достойную няню своему ребенку у него не получится. Меня зовут Злата. О, Златочка. Красивое редкое имя у вас. Да, спасибо. Какие у вас яркие глаза такие. Ну, что ж он с комплимента начинает, а? Я заметил плеск в ее глазах. Красивые глаза. Яркие глаза. Ну, значит, няня у вас будет яркая. Андреюк нужно быть максимально сдержанным и строгим, потому что он все-таки выбирает не девушку для парных танцев, а няню для вашего ребенка. Мне тяжело было сразу же расставить все приоритеты и понять, каким должен быть работодатель. Я работала в детской поликлинике медсестрой. Угольчик сможете сделать. Ну, обижаете, Андрюша. Ну, обижаете. Ну, вы что? Ну, конечно. Как-то больше доверия няням, у которых уже имеет опыт жизни. Она перед вами. Шикарно. Шикарно. Шикарная няня с шикарным опытом, да? Вы тоже очень такой, я скажу вам, эмпозантный мужчина. Ой, ой. А почему бы мне не ловить кайф, если такой напротив меня сидит интересный мужчина? Вы стесняете меня. Ну, почему? Производите впечатление. У нас была взаимная симпатия и одни комплименты. Сможете ли вы что-то приготовить ребенку, если мы будем заняты, допустим? Вы знаете, Андрюша, я все-таки няня. Давайте мы на этом и остановимся. Как тебе няня? Если я няня, соответственно, я являюсь членом вашей семьи. В какой-то мере. Я считаю, если няня, она ребенку. Вы гулять, смотреть и все, и точка. И поэтому мы должны быть с вами одно единое целое. Я бы прекратила разговор с этой женщиной. Имя уже придумали? Пока размышляем. Может, подскажете? Знаете, мне очень нравится имя Андрей. У него насколько внутренняя идет энергетика, что я даже не помню, о чем мы с ним говорили. Слад показался мне простой какой-то, близкой даже нашей семье, общительной. Было приятно с вами познакомиться. Мне тоже. Я надеюсь, что мы сработаемся. Это взаимно. Он меня обворожил. Понравимся друг другу и будем вместе. Видать, красный цвет повлиял. Каблачки из Тача. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Ух, хорошо. Зашла ко мне девица в полуголом виде почти. Я чувствовала какое-то такое напряжение, неловкость. Ну, кто же приходит в таком декольте на собеседование к довольно-таки еще молодому мужчине. Так, так, так. Фонар стерелся, чувствует. Вы любите детей? Очень люблю детей. Безумно люблю детей, наверное. Они вас, наверное, тоже любят, да? Да, только своих, кстати, нет, поэтому сейчас пока. Скоро будет. У вас есть семья, да? Нет, у меня семьи нет, у мужа нет. Зачем он спрашивает о семье, если он еще толком-то и не знает вообще, какая она няня? Ну, это первая у него. Как зовут? Замужем. Да. Как добрый день. Не, ну я не скажу, чтобы я растерялся. Просто я не знаю, что со мной стало. В данной сфере я не работала, но у меня есть маленький брат. Вот, и я вообще очень люблю детей, поэтому хочу попробовать себя няней. Какая-то в жопу няня, то есть я не понимал просто. Скажите, пожалуйста. Ну, растерялся мужчинка, сиськи увидел. Я смотрел ей глаза. Я даже, честно говоря, не увидел, что ниже, где глаз. И даже не понял. А сколько вам лет? Мне 22 года. 22 года. Вы такая молодая? Ну да. Я работала, ну так, моделью работала. Оригинально. У меня няня-модель. Я боюсь, моя супруга может такое не одобрить. Боюсь, что супруга может не одобрить. А я хочу. Я примерно уже прикинул, сможет ли она нам подойти. Получается, он уже принял ее до работы. Дрюша, вопросы о ребенке задавать. Тут у меня вопрос один был. Сможете ли вы оказать какую-то минимальную медицинскую помощь для ребенка? Ну, наверное, позвоню кому-нибудь, узнаю. Ну, не знаю, маме там согласовать надо, что дать ребенку. Я думаю, что вы понравитесь, наверное, ребенку. И я с вами свяжусь, когда посоветуюсь с женой. Хорошо, конечно. Ну, видишь, хорошо. Он упоминает о том, что у него есть ты. Не забыл. Приятно общаться. Спасибо большое. На всем доброго. Спасибо. До свидания. Она меня впечатлила. Меня вполне устроили эти ответы, которые она давала. И я для себя уже создал картину о данном кандидате. Кого же выберет Андрей на роль няни? Напомним, он не подозревает, что в течение всего собеседования за ним наблюдали его жена и ведущий. Мы с Любой видели. А, видели? Всех женщин, которые заходили и даже слышали, о чем вы говорите. Андрей, ты сделал выбор. Выбрал няню для вашего будущего ребенка. Мне тяжело было дать кому-то предпочтение. Первая была очень, я считаю, жесткая. Буквально, может быть, процентов на 15-20 преодолела Злата. Почему? Есть опыт уже воспитания. Она может оказать какую-то медицинскую помощь ребенку, потому что она медсестра. Она была, я считаю, со мной искренне, разговорчива. Мы с ней могли поговорить, как старые приятели. А второе место кому бы дал? Второе место. Надо ответы вспомнить. Ну, чисто по-мужски я тебя понимаю. Я бы, конечно, тоже, возможно, был бы не против, если бы мой дом украшала блондинка. Люба будет против такого. Как няню ее взять, это опасно. А ты? Я не против, потому что я в себе уверен. Андрей не знал, что за ним наблюдают, но, несмотря на это, он вел себя достаточно сдержанно, боясь обидеть свою женщину. Максима также ждет финальное испытание. Оно покажет, справился ли он со своим главным недостатком. Не люблю этот кабинет. Почему? Кабинет Марка у меня ассоциируется с кабинетом стоматолога, и это все происходит тяжко для меня. Мне кажется, с тобой здесь происходит все самое приятное. Ну... Максим пришел на проект достаточно замкнутым и неуверенным в себе человеком. У Максима не было никаких планов, тем более на совместное будущее со Светланой. Он вообще не может ничего планировать. Я хочу, чтобы мы в семейной жизни с тобой и квартиру взяли в ипотеку, и ты бы машину себе купил. Ну, как можно планировать, если я не знаю, какая мне будет зарплата через 2-3 месяца? Финальное испытание покажет, готов ли Максим преодолеть свой страх для того, чтобы его женщина была уверена в том, что рядом с ней находится настоящий, уверенный в себе мужчина? Ты можешь представить себя успешным? Я предлагаю тебе прямо сейчас составить план своей жизни на ближайшие 5 лет. Вот так просто взять и расписать 5 лет жизни, это, на мой взгляд, невозможно. Я был в шоке. В нем ты должен подробно расписать, где ты работаешь, кем работаешь, как ты проводишь свободное время, в какие страны летаешь отдыхать. Должна быть картина жизни успешного и счастливого Максима. Не бойся мечтать и планировать. Чтобы ты мог сосредоточиться, я тебя оставляю здесь. Одного. Долго не мог понять, с чего мне начать. Давалось очень тяжело. Это надо было вообще понять, чего я хочу от жизни. И как-то вот настрой на то, что семья, дети, это все ответственность, помог мне сделать первый шаг. Я начал заполнять тезисно. Стала более уже стройная такая конструкция выстраиваться. Максим даже не подозревает, что составление плана – это лишь часть испытания. Самая серьезная проверка ждет его впереди. Меня привезли к зданию театра. Я оказался за кулисами и на сцене перед Марком. Не люблю сцену. Ты боишься, что тебя ждет неизвестность за этим занавесом? Ну, судя по голосам, то меня ждет вполне конкретная известность. Макс, сейчас ты должен выйти на сцену и перед аудиторией рассказать о своих планах на пять лет. Я боюсь публичных выступлений. Никогда не умел говорить. Я не зря себя назвал антитамадой. Ты должен быть убедительным, поверить в себя, поверить в свое будущее и прожить его. Но самое главное, чтобы тебе поверила Света, которая сидит в этом зале. Вот тут я точно выпал в осадок уже. Макс, я в тебя верю. Когда я стоял перед занавесом, я вспал в ступор. Тряслись ноги, руки. Я сжал зубы и вспомнил. Скорость с ревом влетаешь в повороты, покрышки горят. Все это представил, и занавес в стороны, я пошел. Здравствуйте. Меня зовут Максим. Где-то через 2-3 недели моя девушка родит мне сына. Так как это очень серьезный момент, то я бы хотел свою девушку ознакомить с планом нашей будущей жизни. Я, конечно, сидела, я вообще не верила. Что происходит? Что происходит, ребята? На первый год. Я планирую работать электриком, набрать обороты, будет какая-то клиентская база. Зарплата, я хочу, 1100. Мне хватит купить первую машину. Это будет обычная девятка. Я стою, яйца в меня не летят. Пухлые помидоры тоже. Не так, в общем, давно все и страшно. Я планирую, что Света будет счастливой мамашей. Планирую ей помогать с сестрой ребенком. Не прикрываться работой и не отлынивать от своих отцовских обязанностей. Но 1-2 раза в неделю мы будем гулять вдвоем, чтобы не забывать, что мы все-таки муж и жена. Вообще помыслить, что Максим может выйти перед аудиторией, это очень смело. Тот факт, что он составит план, это космос. Второй год у нас более разнообразный будет. Хочу обновить машину, чтобы по работе нормально ездить. Я ждала это все наше знакомство. Это очень приятное ощущение. Для того, чтобы бытовуха нас не затягивала, мы будем выходить где-то раз в месяц в ресторан. Ради этого даже готов прикупить костюмчик. Один. Ну а Свете можно, наверное, каждый раз позволять покупать новое платье. Я в какой-то момент даже поймал кураж, начал получать удовольствие от происходящего уже. На третий год у меня запланирована смена квартиры на двушку. Хочу выйти на следующий уровень по работе, чтобы я уже был в качестве бригадира и не работал сам. Я влюблялась заново. Я прям боготворила. Я думаю, господи, ну неужели такая вот обычная женщина, как я, достойна вот этого вот идеального во всех отношениях мужчину. Также меня давно привлекает мысль о том, чтобы пойти со Светой на танцы. Это позволит нам проводить время вместе. На четвертый год у меня записан ребенок. Свет, я не знаю, как ты это сделаешь, но это будет дочь. Сказал дочку. Будем думать за дочку. Я вместе с сыном уже буду познавать то, что я не познал в своем детстве. Допустим, учиться, ездить на роликах. Сын уже должен ходить на боксе, на плавание. То есть это Свет не обсуждается. Наша цель на пятый год будет уже трехкомнатная квартира, так как детей двое. Это если очень кратко. Что-то все-таки сдвинулось, что-то произошло. То есть я уже более четко стал представлять, что будет дальше. И в завершение... Здесь не написано, но есть у меня еще... В какой-то момент я понял, что уже готов к тому, что нужно взять и четко изложить. Я бы хотел сказать Свете, что я очень сильно люблю ее. Я хочу, чтобы у нас сложилась семья, и чтобы вот эти планы не остались только на бумаге. Я обещаю тебе, Свет, я сделаю все, чтобы вы были счастливы. Я признал свою ответственность за эту женщину. Это важно было и мне самому проговорить. Это важно было Свете услышать. Я почувствовала, что он меня выбрал. Для счастливой нашей будущей жизни. где я занимала главную роль. Я очень тебя люблю. Спасибо тебе. Он сказал, что он меня любит. Для меня это гораздо важнее плана. Спасибо тебе. Спасибо тебе. В конце сложного пути перевоспитания участникам пришла в голову идея записать своим будущим детям видеообращение. Здравствуй, моя маленькая солнышко. Я очень долго искал для тебя мамочку. И наконец-то нашел. Я постараюсь тебе дать все, что не хватало мне. Побольше любви, заботы от отца. Я научу тебя ремонтировать велосипеды, самокаты, играть в войнушки, гонять в футбол, ходить на рыбалку. Будешь моим помощником и продолжателем моего рода. Здравствуй, сын. Мы очень ждем тебя. Я надеюсь, сохраним с тобой отличные отношения и даже после того, как ты выпрохнешь из родительского гнезда. Мы с мамой будем очень стараться, чтобы ты вырос хорошим человеком, ответственным мужчиной. Чтобы в будущем ты не сталкивался с теми же проблемами, с которыми столкнулся я. Я бы хотел, чтобы мы с тобой прежде всего были хорошими друзьями. чтобы ты, сидя у меня на коленях, крутил баранку в автомобиле. Естественно, я бы хотел, чтобы ты шагнул дальше меня и вырос прям реальным таким настоящим мужиком, а все остальное приложится. Буквально через несколько минут начнется самое долгожданное событие на проекте «Беременный папа». Один из шести перевоспитанных папаш получит сертификат на полмиллиона рублей. Гости и участники проекта, затаив дыхание, ждут решения. И я готов озвучить его прямо сейчас. Кто же станет лучшим беременным папой России? Это очень волнующий и трепетный момент для меня с Любой, думаю, для остальных участников тоже. Все как во сне немножко происходит. Я не думал, что дойду до финала. Я, честно говоря, до сих пор не осознаю этого факта. Мы ждем победы и надеемся на все лучшее. Я всю ночь не спала. Я держу кулачки за нашу пару. На церемонию награждения собрались участники и эксперты, которые помогали парам на протяжении всего проекта. Я желаю вам всем, обоим финалистам, чтобы победили вы. Я не знаю, кто победит, если честно. Поэтому удачи я обоим желаю. Спасибо. Сейчас здесь очень сильный накал страстей. Искорки от напряжения летают. И вот эта энергия, она кругом. Наконец-то сейчас, через несколько минут, мы узнаем имя победителя. Пора начинать. Десять недель назад шесть отчаявшихся беременных женщин обратились ко мне за помощью с просьбой помочь им перевоспитать своих мужчин. Два с половиной месяца мы вместе с участниками работали над лучшими мужскими качествами. И в финал вышли двое. Самые выносливые, терпеливые и перевоспитанные. Я хочу представить вам финалистов. Максим и Андрей. Десять недель назад жена Максима, Светлана, сомневалась, готов ли он взять на себя ответственность за их с ребенком будущее. Сегодня перед вами совершенно другой Максим. И я предлагаю вам посмотреть, что помогло ему стать лучше, смелее и решительнее. Меня зовут Светлана, мне 32 года. И я на седьмом месяце беременности. Меня зовут Максим, мне 34 года. Я на седьмом месяце шока от беременности. На данный момент мой мужчина Максим рохля. Проблема в том, что я неудачник, да. Меня достала нерешительность Максима. Хочу спасать его просто ***. Проект для нас это последний шанс для того, чтобы создать нашу семью. Знал, что нужно как-то жизнь менять, но проект вот дает мне этот шанс как раз поменять свою жизнь. Максим, а ты всегда, да, тихо так разговариваешь? Ну да, я обычно анти-тамада. Обычная анти-тамада? Да. Пока ему не задавали вопрос, но так сидел. Очень не хочется быть лузером в глазах моей второй половинки. Хочется побороться. Давай, Макс, мы будем чемпионами, не отвлекайся. Я не представляю, как ее собирать. Я абсолютно не соревновательный человек. Я думал, я буду один из нескольких человек, которые соберут. Ты единственный мужчина, который справился с первым заданием. Вообще думали, что он не сделает, два болта не закрутит. Ты поднял пальчик. Подними ручку вверх. Пройдя ряд испытаний с ребятами, я понял, что я, как минимум, я не хуже их. Макс, молодец. Я оказался достаточно сильно в мышечном плане, достаточно сильно в плане волевых качеств. Я снимаю шляпу. Думал, просто ты не такой. Ты просто мужик с большой буквы. Просто Макс, это темная лошадка. На него смотришь, ну, я его сделаю легко. А на деле выходит совсем по-другому. Да отцы стажеры, поехали. Макс, это не бомба. Это всего лишь детеныш. У него такие маленькие ручки. Немалевшим представлением не имею, как вообще обращаться за детям. Ни разу на руках не держал. Тут придумал. Макс, Буратино читал, Папа Карло и Полена. Вот приблизительно это выглядело так. Макс недостаточно быстро движется к своим изменениям. Он может больше, лучше, и не хватает совсем чуть-чуть, чтобы все это выстрелило. Я уже выдохся. Макс, я думаю, если бы ты немного раньше сориентировался, ты был бы первым. Вот глядя на две эти картинки, я боюсь, что вот пока что мы вот с тобой вот здесь. мой сын мой вот так жить не будет. Что ты от меня хочешь, я ничего не могу понять. Если Максим не станет уверенным в себе, решительным, то ребенок увидит его таким в шкафу. Я хочу победить. Я обещаю выложиться. Я осознаю ответственность, что ребенок будет смотреть на меня. Нужно быть лучше, чем я сейчас есть, чтобы он был лучше. Макс, бить, бить! Макс, молодец! Есть! Ура! Ты чемпион! Твердил себе, что нельзя останавливаться. Быстро сел. Сегодня в наших соревнованиях победил Максим. Макс, молодец! Я очень им горда, и я думаю, что он был прям на высоте. Это моя мама. Надо признаться, что я сбегал встреч с тещей. Свете вообще нужен мужчина с твердым характером. Я не скажу, что у Макса такой твердый характер. Если я не смогу презентовать себя ей, как хорошую партию для Светы, то у меня будут проблемы. Я люблю Свету, я благодарен вам за нее, и я уверен, что я стану хорошим отцом и достойным мужем. Максим не безнадежен, и умение у него есть, и трудолюбие у него есть. Здравствуй, папа. Здравствуйте. Мы твои дети. Когда вошли дети в комнату, я не бился в панике, не плакал там, не пытался убежать из комнаты. То есть, ну, дети, ладно, пусть будут дети. У нас в школе есть мальчишки и девчонки, они хулиганы. Главное, как показывает мой опыт, это не бояться. Самое главное, не молчи, не замыкайся. Проект сделал меня более уверенным, но, наверное, более выносливым. Я расту, скажем так, можно сказать, в своих глазах. Он все смелее и смелее проявляет себя как лидер в отношениях. Осталось чувствовать больше женщины. Ой, как мило, спасибо. Да, это мой мужик. Чувствовал, что я стал другим, конечно же. Не тот человек, который пришел на проект. Я бы хотел сказать Свете, что я очень сильно люблю ее и обещаю тебе советовать. Я сделаю все, чтобы вы были счастливы. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть еще один финалист, Андрей. Он позволял себе флиртовать с другими девушками в присутствии своей беременной женщины. Спустя два с половиной месяца Люба познакомилась с совершенно новым Андреем. К сожалению, мой муж бабник. Так как я холостяк, 40-летним стажем хотелось бы каких-то эмоций, кокетства, не знаю. А семейная жизнь она этого не дает. Если он не захочет спасать семью, так это один только выход. Развод. Я верю в лучшее, что этот проект его изменит на все 100%. Я считаю, что нет повода для ревности. Хороший флирт только на пользу, я считаю. Ветер удастся. Я хотел увидеть, как эти мужчины будут вести себя вдалеке от своих женщин. У-ху! Класс! Шикарный лимузин, веселая компания, нашар алкоголь. Я раскрылся. В очередной раз прости, я изменюсь. Он просто не осознает, что мне больно. Дай мне возможность справиться. Я стану для тебя настоящим мужчиной большую ногу этого слова. Мне перед ней стыдно. Она меня простила. Она женщина с большим сердцем. Жаль, что я доставил ей обиду, даже слезы, за что мне стыдно. Люба дала мне еще один шанс измениться. На старт. Внимание! Марш! Пятерка! У нас победитель есть! Ребята, победа за мной! Любанечка, привет! Я тебе обещал, что я тебя не подведу. Не нужно было сегодня вырвать победу. Я это сделал. Ну, это впервые. Я почувствовала победу, гордость, радость. Марш! Царапки, это царапать, наверное, что-то такое. Царап, царап, царап. Это мобиль? Да, да, я же ходил в гости. Это он, ленинградский почтальон. У нас есть победитель, Андрей. Смог сориентироваться и доказать, что можно быть победителем даже в неведомой тебе сфере. Любаша, победа за нами! Блин! Жестяк! На каблуках я не силен, и тогда был не мой день, и тогда пришел последний. Андрей, это первое твое задание, с которым ты справился последним. Это, кстати, мое первое такое вот именно поражение, такое вот глубокое. То есть, видите, у меня либо пики взлетов, либо сразу вниз. Опа! Привет, моя голубоглазненькая! Приветик, приветик! Я х***, у меня было испарено на лбу, у меня был мандраж легкий в руках, то есть, я не понимал, что дело с ребенком. Как он открывается, подожди. Андрей, у тебя чуть не упал ребенок. Андрей постоянно терялся, и вот эта паника ему постоянно даже в жизни мешает. Нам нужно заснуть. Раз! Я хочу спать! Не хватало опыта, знаний, местами усидчивости, терпеливости. Спокойно, спокойно. Хотел заткнуть уши руками и убежать с этого всего. Ну, реально тяжело. Почему-то вы мне увидели сегодня мощника автомойки. Ко мне приезжает клиентка, шпилька сантиметров 12, юбочка сантиметров 12, тоже, наверное. Мы сегодня самая красивая клиентка. Ой, спасибо большое. Для вас бесплатная чашка кофе должна, по идее, там быть. За счет Андрея. Угощайтесь пока. Короче, грудь. Наверное, больше. Он гордился собой, что к нему там такая подкатила. Вот он прям, бедный, несчастный, не знает, куда деваться от этих баб. Я бы стукнула. Во-первых, он это очень некрасиво преподносил, с тем учетом, что жена возле него сидела. Очень красиво. Как еще не обратить внимание? Я думаю, мужу стоит задуматься. Я не желаю тебе стать свидетелем того времени, когда за сердце твоей жены будут сражаться другие мужчины. После такой ситуации я понял, что нужно проявлять любовь в полной форме, иначе я могу ее потерять. Даю слово, что никаких знакомств, легких отношений и тому подобного в моей жизни уже не будет. До проекта я до конца не осознавал какое счастье в моих руках. Я стал внимательным, заботливым по отношению к любе. Стал проявлять любовь. Я ей пишу, что она для меня хорошая, лучшая. Я ей срывал даже розы здесь. Мы стали командой. А! Люба, я тебе обещал, я тебе принесу победу. Я это сделал. Через несколько минут один из вас получит полмиллиона рублей и звание лучшего папы. Принимать решение было очень сложно. И результаты последних финальных испытаний повлияли на мое решение. и так. Лучшим из лучших на проекте «Беременный папа» становится... Марк держал интригу. Пауза растянулась как будто на часы. Волнение зашкаливало. Максим. Я поздравляю тебя. ты стал самым перевоспитанным папой на этом проекте. И обладателем полумиллиона рублей. Я хотел выиграть. Я выиграл. Ты заслужил этих полмиллиона рублей. Они двоих. Для меня это победа, это признание. То есть я перестал себя считать неудачником. Я чувствую себя уже реальным мужиком, которому может идти вперед, если надо, бежать. Я суперпапа! Спасибо, конечно, Свете, которая меня поддерживала. Иногда пилила, но больше поддерживала. Свет, спасибо тебе, это твоя победа. Вообще, я валяюсь. Давайте поаплодируем Андрею. Понятно, что человек идеальным не станет за два месяца. Это однозначно. Но у нас есть жизнь, которая продолжается. И мы все наверстаем упущенные. Ты тоже получаешь подарок от проекта «Беременный папа». Это универсальная коляска для своего будущего малыша. Я поздравляю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Я прощаюсь с вами. Это был проект «Беременный папа» и я, его ведущий, Марк Бартон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok